Река Дон, протекая через город Ростов-на-Дону, делит его на две части. По правому берегу реки расположена основная городская часть, а по левому находится промышленная инфраструктура и пляжный район города. Посередине реки в этом месте находится остров, который носит название «Зелёный», получивший, наверное, своё название из-за обилия на нём большого количества тополиных рощ и прочей растительности, укутывающей его поверхность зелёным ковром. Этот остров является частичкой истории героической борьбы советских воинов с немецкими захватчиками в первый год Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что Донская столица была оккупирована захватчиками 20 ноября 1941 года, немецким войскам не удалось подмять под себя территорию острова. Здесь осенью 1941 года насмерть стояли солдаты 230-го стрелкового полка войск НКВД, удерживая плацдарм для последующего нанесения контрудара по гитлеровским войскам. Почти весь личный состав полка погиб, но свою задачу выполнил. 29 ноября 1941 года Ростов-на-Дону был освобождён. Считается, что это освобождение именно этого города стало первой значительной победой Красной Армии в начальный период войны. В ходе наступления на южном направлении боевых действий немецкие войска подошли к Ростову-на-Дону 17 ноября 1941 года. Защищали город части 56-й отдельной армии Южного фронта. Вместе с другими частями в неё входили 339-я ростовская стрелковая дивизия и полк народного ополчения, который сформировали из местных жителей. Ещё до начала военных действий на подступах к Донской столице десятки тысяч ростовчан копали вокруг города траншей, строили блиндажи и наблюдательные пункты. Длина этих укреплений превысила 100 километров, и горожане всерьёз не верили, что в город может войти неприятель. Всё время говорят, что немцы близко, мы не верим, не может быть. Ростов-на-Дону сердце России, и вдруг немцы никто не верил. Мозг не воспринимал, что могут войти фашисты. Слишком всё это быстро. В июне началась война, а пять месяцев, и немцы здесь. Рассказывали после оккупации местные жители. Люди привыкли жить по соседству с боевыми действиями. Через город шли беженцы, сюда привозили раненых красноармейцев, занятия в школах прерывались воздушными тревогами. Но после их отмены уроки продолжались. Постепенно все привыкли, многие даже перестали ходить в бомбоубежище, прятались дома под столами и кроватями. Появление гитлеровцев в городе вызвало настоящий шок. Это была первая оккупация Ростова. Части вермахта шли дальше, и Зелёный остров для них был важным стратегическим объектом. С него можно было обстреливать переправы через Дон в черте города, а также накрыть огнём город Батайск. Естественно, что командованием 56-й армии перед частями, прикрывающих отход основных сил, была поставлена задача по удержанию Зелёного острова, имевшего огромное значение для обороны позиций на левом берегу Дона. Рано утром 21 ноября 1941 года началась побатальонная переправа через протоку, отделяющую остров от города. Солдаты и офицеры 2-го батальона 230-го полка, всю ночь участвовавшие в уличных боях на территории Ростова-на-Дону, теперь прикрывали отступление основных сил советских войск. Через протоку переправлялись части 347-й стрелковой дивизии. Обеспечение их переправы на остров осуществляло разведрота из состава 2-го батальона, которая и приняла на себя основной удар противника. Все бойцы, обеспечивавшие отход подразделений, пали смертью храбрых в боях у переправы. Основному составу батальона удалось переправиться и занять позиции на территории Зелёного острова. Прямо по пятам советских частей двигались немецкие танки. Переправу на Зелёный остров его защитники взорвать не успели, на протяжении шести часов войны 230-го стрелкового полка войск НКВД вели отважный бой против многократно превосходящих по численности и лучше оснащённых войск противника. На вооружении полка находились лишь два пулемёта, стрелковое оружие и ручные гранаты. Чекисты держали оборону острова, не имея противотанковых орудий. Тем не менее, личный состав полка демонстрировал высочайшее мужество и отменную выучку. В бою погибла третья часть всего личного состава. Командование полка прекрасно понимало, что при таком соотношении сил полк долго не продержится, и было принято решение вызвать огонь советской артиллерии, занявшей позиции на левом берегу Дона, на себя. Крупнокалиберные орудия ударили по наступающим на остров немцам. Опасаясь, что взрывы снарядов разрушат переправу и танки окажутся на острове в западне, немцы стали спешно поворачивать боевые машины назад и отступать с острова. В конце концов советским артиллеристам удалось попасть в переправу и утопить её вместе с находившимся на ней вражеским танком. Тогда по позициям 230-го полка ударила штурмовая авиация Люфтваффе. Земля Зелёного острова превратилась в настоящий ад. Под непрерывным обстрелом противника советские санитары собирали раненых и контуженных бойцов. На сетках от кровати и досках перетаскивали их по льду через Дон, на левый берег в Батайск, где были развернуты советские полевые госпитали. Гитлеровцы круглосуточно предпринимали попытки взять Зелёный остров. Артиллерия и авиация противника вели обстрел острова, а пехота многократно пыталась приправиться на Зелёный. Но Зелёный держался. Все попытки взять остров приводили к большим потерям. Всякий раз гитлеровцы откатывались назад, оставляя на льду вдоль берега реки раненых и убитых. Ценой больших потерь воинам 230-го полка удалось 21 ноября 1941 года отстоять с территорию Зелёного острова. Спустя пять дней, 26 ноября, началось наступление 56-й армии. А в снежную ночь с 28 на 29 ноября 1941 года роты 230-го полка НКВД, батальоны ростовских ополченцев, полки 347-й и 343-й дивизий начали штурм Донской столицы с плацдарма на острове Зелёном. Переправляясь по льду, бойцы ранним утром 29 ноября, прорвав линию немецкой обороны, вышли на улицы Нахичеванского, ныне Пролетарского, района города. К вечеру Ростов-на-Дону был полностью очищен от захватчиков. Немецкая армия спешно, бросая технику и вооружение, покинула город. А героический остров ещё долго нёс на себе страшную печать войны. Много мальчишек с Александровки и Нахичевани подорвались, пытаясь разобрать найденные на зелёном неразорвавшиеся мины и снаряды. Сейчас о жестоких боях на этой Донской огненной земле напоминает лишь маленький обелиск, спрятанный среди буйной растительности. Раньше сюда часто приезжали ветераны, участники тех кровавых боёв, но время берёт своё. Ушли в вечность ветераны 230-го ростовского полка НКВД. Никто не водит школьников города в походы по местам подвигов на остров Зелёный. Сейчас это место не более, чем зона летнего пляжного отдыха. На могилы героев Зелёного уже давно перестали приносить цветы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!